Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вы знаете, что в последнее время было очень много публикаций в отношении Аллы Борисовны Пугачевой. Публикаций довольно негативных, и я их связывал с возросшей политической активностью Галкина. Вы знаете, Галкин, в общем-то говоря, и не скрывает своей политической позиции, высказывает ее открыто. Это, собственно говоря, он очень тактично и довольно по-человечески, но указал, значит, Слепакову на его место с точки зрения Галкина. Еще раз скажу, травля недопустима, но Галкин очень по-человечески высказал свое мнение. И, знаете, чем более по-человечески и чем более без разных оскорблений человек высказывает свое мнение, тем более убедительно оно звучит. Значит, все дело в том, что Пугачева, в свою роду, нанесла ответный удар, значит, но, да, можно сказать и правильно, люди пишут в комментариях о том, что Алла Борисовна, действительно, она, может, кого-то задвигала, там еще не давала дорогу, но мудрости ей не занимать. Значит, я думаю, что это ответ и Бузовой, и всем остальным, кто за это время писал что-то о ней, включая, и я не снимал ролики на эту тему, но писали о состоянии здоровья, и якобы кто-то там предположил, что у нее будут проблемы со щитовидной железой, со спиной и совсем подряд. То есть, прямо вот такая, знаете, впечатление, какая-то спланированная акция. Раньше такого представить было невозможно, сейчас почему-то это пошло. Ну, вы знаете, что подписчики в комментариях писали, что Алла Борисовна отписалась от Киркорова, подписалась на Навального, но после этого еще это усилилось. Значит, вот что пишут, Пугачева ответила на страшное предсказание экстрасенсов. Это как раз та публикация, где некий парапсихолог утверждал, что ее ждут мучительные боли и ухудшение состояния здоровья на фоне возраста и всего остального. Значит, вот что пишут, певица Алла Пугачева прокомментировала в эфире передачи «Ты не поверишь» предсказания парапсихолога, значит, увидевший присосавшийся к артистке дух мертвого человека, который якобы высасывает из нее жизненные силы. Это взрослый мужчина, говорит парапсихолог, он что-то от нее хочет, хочет ей помочь, но находясь здесь, ему нужно чем-то питаться. И вот он питается ее жизненной энергией, отметила парапсихолог. Она добавила, что у Примадонны закупорена пятая чакра, поэтому у певицы проблемы с щитовидной железой и ногами. Вот публикации вот такие вот как раз и выходили. Удивительно, конечно, реакция Аллы Борисовны, удивительно такая, знаете, сдержанная, и другой человек бы уже, возможно, и не выдержал, и что-то бы высказал. Еще раз скажу, почему я считаю, что это ответ в том числе и Бузова, и всем, сейчас вы поймете. Значит, однако о проблемах Пугачевой со здоровьем не удивишь. Эта информация находится в открытом доступе, однако кого-то может заинтересовать, что за мужчиной питается жизненной силой певицы. Ну, то есть в открытом доступе все есть, можно просто прочитать, прийти и рассказать. Вы будете таким же парапсихологом. И вот пишут, сама Алла Борисовна отметила, что ее уже давно сложно чем-то вообще, в принципе, удивить. Нумерологией она вообще не увлекается, она сказала. И вот что Пугачева ответила всем. «Но знаете, что она говорит? Жить надо мгновением. Хорошо сейчас и хорошо. Вообще я в муть всякую не лезу», высказала Алла Борисовна. Вы знаете, мне кажется, вот этот ответ очень достойный, очень такой мудрый, краткий, емкий. Но, вы знаете, чем больше бы она стала объясняться, в том смысле, что комментировать чьи-то высказывания, парапсихолога, Бузовой провокации, еще кого-то, она все очень емко одним предложением высказала. Я в муть просто не лезу. И я думаю, что вот эти все публикации, попытки Бузовой вызывать к защите Аллы Борисовны и так далее, это полная все ерунда, потому что, мне кажется, Пугачевой абсолютно на это все равно. Я, конечно, подозреваю, что она знает, кто такая Бузова, но я не думаю, что она думает о ней. Вот Бузова, я думаю, что думает о том, что Пугачева не дала ей выступать, как поговаривают, но и действительно ее не было на многих новогодних программах. Ее просто стало в разы меньше. Я не вижу ни клипов на музыкальных каналах Бузовой, ничего вообще. То есть тогда говорили о том, что конкретно Пугачева сказала, что Бузова идет в разрез с семейными ценностями. Новогодние, она сказала, музыкальные программы – это о семье. Да, Бузова и семья – это далекие понятия друг от друга. И чтобы ее не было. Но я ее не увидел практически нигде, по-моему, на одной какой-то программе. А так вот, если включить, раньше Бузова повсюду, просто по всем каналам, ее вообще нет нигде. Я уж не знаю, связано это как-то с этими словами Аллы Борисовны или нет, но, вы знаете, мне кажется, это может быть связано и косвенно тому подтверждение волнения самой Бузовой и вот эти попытки на этой программе на ТНТ Бородина против Бузовой вызывать к защите Пугачевой публично, сказать, Алла Борисовна, я прошу вас о защите. То есть, что она пытается сделать? Она пытается, значит, сделать так, спровоцировав Пугачева, чтобы она какое-то высказывание сделала о Бузовой и понять, как она к ней относится. Может ли быть преградой, так сказать, для Бузовой, сама Алла Борисовна, да? Но она ничего не отвечает. Она говорит одно, я в муть не лезу всякую. Также про психолог, который вот пришел и начал говорить о том, что у нее со здоровьем проблемы и так далее. Очевидно, еще раз скажу, никогда про Пугачева вот таких вот, может быть, когда-то были, но вот на моей памяти я такого не помню, чтобы прямо вот столько много писали. И еще мне очень понравилось, как она сказала, жить надо мгновением. Хорошо и хорошо. Это действительно правильно. Почему? Потому что жизнь – это действительно мгновение. Мы все с вами узнали страшную абсолютно трагедию, которая произошла. Это авария, в которую попал великолепный исполнитель Ярослав Сумишевский. И водитель, мои соболезнования еще раз всем родственникам водителя, глава союза десантников края Красноярского, погиб. И супруга находилась в коме, и вчера у нее остановилось сердце. Мгновение – успешный концерт, улыбки, смех и трагедия. Вот человеческая жизнь. Поэтому действительно, наверное, вот с возрастом человек понимает, что жизнь – это мгновение. Хорошо сейчас и хорошо. Что будет в следующее мгновение, мы не знаем. Но если мы будем каждый раз задумываться над тем, что будет в следующее мгновение, мы свою жизнь в этом мгновении, в настоящем, превратим просто в ад. Поэтому, конечно, еще раз скажу, что вероятно и точно, значит, невероятно и точно, а точно, в биографии Пугачевой наверняка есть такие моменты, когда она конкурировала с кем-то, задвигала и так далее. Но тут уж, друзья, почему-то задвинули же не Пугачева, а она кого-то задвинула. Это тоже, наверное, играет какую-то роль, согласитесь. Поэтому вот такой вот ответный удар нанесла Пугачева. Считаю, что просто она этим показала, что я абсолютно, уж извините за рождение похорена, все, что вы обо мне печатаете и пишете. Думаю, что просто людям, которые пишут, теперь смысла не будет вообще никакого что-либо писать, потому что они понимают, что ее это никак не трогает и абсолютно не касается. Друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы с вами находимся. Телеграм-канал, там всякие свежие новости, видео, аудио, ссылки. А, значит, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Всем пока, до встречи.